Короче, новости! На этой неделе в Днепропетровске событий было немного, но все они были смачными, и сейчас о каждом из них в детали. БТР въехал в трамвай. У носорога плохое зрение, но при его размерах это не его проблемы. Там как было? Машина сопровождения перед трамваем прошмыгнула, а БТР в трамвай вготился. С пассажирами все в порядке, а вот вагон вожатый пострадал и попал в больницу. Че было с БТРом, уже никого не волнует. Жирнота недели. Памятник пати состоял. То самое мероприятие, на которое нардеп Денисенко всех начал созывать в Фейсбуке в пятницу, произошло с должным куражом. Кат украинского народа Григорий Петровский смачно влупил со своей щекой в основание привокзальной площади. А те, кто его увалили, начали с воином на него взбегать и размахивать фаерами. Конечно, все неплохо, потому что Петровский был злодеем. По факту самого мероприятия вопросики веселенькие появились. Итак, по порядку. Во-первых, там было порядка 131 милиционера. И как мэр говорит, они почему-то лузкали семечки. А, а, пи, а, обучение. Это все-таки было какое-то преступное попустительство. Ведь уничтожение памятников – это статья. Дело эти милиционеры завели, но уже на следующий день. Неделя прошла, а подозреваемых по-прежнему нет. Где же подозреваемые? Во-вторых, сам депутат Денисенко почему-то финальную речь не произнес. Ушел куда-то. Незадолго до падения самого памятника. Совпадение? Не думаю. Так или иначе, свежего воздуха на привокзальной площади сильно добавилось. Там теперь хорошо, но не очень. Потому что по-прежнему продолжают мешать вот эти все, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, все отвратительные уличные торговцы, которые со своими этими гадкими раскладушками, и потом на них там вся га-ка... Вдруг внезапно привлекло внимание и чиновников, и общественности. И сразу решили, что на привокзальной площади будет наведен неистовый порядок. Уберем, сказал Лысенко. А пока месть, решили под шум прибоя побороть все ларьки и мафы. Собрались около гурсовета, взяли вот такой толщины стопку предписаний и пошли их по мафам раздавать. Тут прикол в том, что сам Дмитрий Погребов сообщал нам однажды, что 4,5 тысячи киосков стоит в Днепропетровске, из которых легально может быть штук 50, не больше. И все. А предписаний, значит, раздали 29, то есть сильно не каждому нелегально стоящему ларьку. Потом еще начала, как всегда, куражиться самопомощь. Депутат Лыгин взял и спросил, «Батя, ты толком-то скажи, как правило ларьки ставить?» В гурсовете растерялись, потому что вроде бы не существует на сегодняшний день какого-то единого порядка установки ларьков. Но всяко-негодяйские ларьки к 14 февраля, наверное, снесут. Да, я даю свое слово, что мы это уберем. По поводу Дня Святого Валентина, слава богу, что не Резниченко. Мне не нравится. Вне зависимости от результатов уборки ларьков и прочих, и прочей мафни. О, какое слово классное придумано. Мафни. Мне не нравится. На Забибе произойдет конкурс, потому что праздник 14 февраля веселый праздник, будут разыграны всякие билеты и прочие ништяки. Приходите и участвуйте. Будем веселиться. Ну, благодарю тебя. Господа депутаты и персонально Борис Альбертович, обратите внимание, уж февраль на улице приключился, а по-прежнему нету горсовета, по-прежнему нету бюджета, да вообще ни хрена нету. Вы за какой счет собрались эту самую площадь ремонтировать, скажите нам, друзья? Вы вообще в курсе, что те, кто плохо работают, их, как правило, переизбирают? Но в кривом врагу-то случай другой, там сразу все не пошло. А вот в Новомосковске, в Новомосковске-то уже зарегистрировали законопроект, и то вы, гляди, сейчас ее подпишут и тоже перевыборы назнают. Вы дольше, дольше на работу не ходите. Нафиг нам тот бюджет, и вас заодно переизберем. Хотите прикол? На побывку к нам приехал наш любимый поездник. И сразу весело, сразу же моментально весело улица Красная. Давайте соблюдать закона. Озарилась красной. Чему-то кому-то принадлежит это ему. Огнями скандала, потому что, что? Потому что там милиция по науськиванию поездника, нет, не милиция, полиция по науськиванию поездника взяла и оштрафовала милицию за нелегальную парковку. Вообще, неплохо дела идут, я считаю. Милые броняцы только тешатся, мы наблюдаем, все фан. Мы с вами увидим еще много чудес. И садись рядом, чувак. Каких-то особо значимых новостей на прошлой неделе больше как бы и не было. В городе действительно тихо. Забеба продолжает за всем наблюдать и будет держать вас в курсе, а также экономить ваше время. Становимся информированными и активными горожанами. Подписывайтесь на канал сейчас же! И ставь лайк. Мы будем работать для тебя еще лучше.